Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Компания «АвтоСтронг» делает все для того, чтобы ваши покупки были максимально удобными. Поэтому белорусский покупатель в легкую может воспользоваться картой рассрочки «Халва» от МТ-Банка и также картой покупок от Белгазпромбанка. «АвтоСтронг» мы делаем ваши покупки удобными. Пока вы думаете, какой картой рассрочки воспользоваться, у нас знаковая разборка. Первый раз в наших обзорах мы разбираем вариатор. Встречаем 01J. Вариатор «Мультитроник» был разработан совместно с компанией люк. Его применение началось на автомобилях Audi A4, A6, A8 в 2000 году. Инженеры подружили его с достаточно мощными двигателями с объемом от 1.8 и до 3.2 литра. Вариатор передает крутящий момент только на переднюю ось. Напомним, что вариатор не имеет фиксированных передаточных отношений. Между максимальным передаточным отношением и минимальным передаточным отношением возможны любые передаточные отношения, изменения которых происходят максимально плавно. Однако у вариатора есть режим Tiptronic, который имитирует наличие шести фиксированных передач. Любопытно, что когда автомобили в 2000-х годах начали приезжать из Европы, владельцы даже не догадывались, что там стоит вариатор. Потому что на наличие в машине «Мультитроника» ничего не указывает. Селектор АКПП практически такой же. Также есть режим Tiptronic, который имитирует переключение шести передач. И работает он, в принципе, также плавно, как и автомат. О наличии «Мультитроника» владельцы узнавали только тогда, когда автомобиль приезжал на ремонт. А правда в том, что на всех бензиновых двигателях от 1.8 до 3.2, на дизельных двигателях 1.9, 2.0 и 2.5 TDI стоял «Мультитроник» только с передним приводом. Также еще раз проговорим, что «Мультитроник» достался только автомобилям Audi. Сегодня мы будем разбирать вариатор с автомобиля Audi A4 B6 2003 года. Менять масло в «Мультитронике» надо каждые 60 тысяч километров. Причем заливать надо только оригинальную жидкость. Фильтра здесь два. Один находится в корпусе коробки и меняется только после полного разбора коробки, то есть после ее ремонта. А второй находится в линии подачи масла для охлаждения в радиатор. И меняется он только тогда, когда в масле будут обнаружены посторонние кропления. Стоит этот фильтр 280 долларов. На протяжении всей поры инженеры Audi и Люк постоянно совершенствовали вариатор, потому что первые экземпляры, выпущенные до 2005 года, оказались крайне неудачными. Они даже могли заглючить после замены масла. Блоки клапанов здесь оказались крайне неудачными, а вариаторы, которые были сделаны для использования с дизельными двигателями, а также с трехлитровым V6, производитель и вовсе менял по гарантии из-за конструктивных дефектов. Проблемы в «Мультитронике» вызывали практически все элементы его конструкции. Надо понимать, что вариатор не для того, чтобы отжигать и не для гонок. То есть у водителей, которые отжигали в паре с мощными моторами, этот вариатор ходил не более 100 тысяч километров и еле выхаживал гарантийный срок. А у более адекватных и спокойных водителей эта коробка может реально проходить и 300 тысяч километров. Первые проблемы с вариатором проявляются в виде подергиваний мелких при трогании автомобиля. Если забить на эти дергания, то можно доездиться до ремонта в 2000 долларов. Сейчас мы разберем этот вариатор, посмотрим, что в нем ломается и проведем вам очень подробную экскурсию. Естественно, с кем мы будем ее проводить? С нашим Серегой. Привет! Итак, мы начинаем нашу разборочку. Начнем с того, что расскажем, как крутящий момент двигателя передается на вариатор. Двухмассовый маховик. Он крепится винтами к двигателю, а вот этими шлицами он садится на входной вал и передает крутящий момент. Также стоит добавить, что вместо двухмассового маховика для этого вариатора может быть использован маховик с демпфером. А также в автопроме еще для вариаторов используется гидротрансформатор. С маховиком вариатор Multitronic соединяется двумя фрикционными муфтами. Здесь фрикционные для переднего хода, а вот здесь фрикционные для заднего хода. Сейчас Серега разберет вот этот барабан и там мы увидим планетарный редуктор, который работает с фрикционными. Когда сжимаются фрикционы переднего хода, то машина едет вперед. Когда сжимаются фрикционы заднего хода, то планетарный редуктор волшебным образом перенаправляет вращение коленвала в обратную сторону и тогда машина едет назад. Это фрикционы переднего хода. Дело в том, что 80% из своей жизни они работают в режиме проскальзывания. Для чего нужен режим проскальзывания? Для того, чтобы автомобиль плавно тронулся, плавно ехал на минимальных скоростях, также не скатывался на подъемах. Из-за того, что они практически постоянно работают в режиме скольжения, они полируются, засаливаются и тогда пропадает уровень сцепления в этом сцеплении. Они начинают проскальзывать неконтролируемо и мы получаем рывки при трогании. Если будем ехать дальше, то получим еще больше проблем. Вот смотрите, на первый взгляд диски как новые. Фрикционный материал не тронут, но это обманчивое впечатление, потому что фрикционный материал заполирован, то есть выглядит как стекло. И стальные диски тоже выглядят как стекло. Во входном валу находится вот такая трубочка. По ней подается рабочее давление к фрикциону переднего хода. Здесь находится вот такое тефлоновое колечко. Так вот, оно изнашивается и тогда происходит утечка масла. Из-за этого давление не полностью подается к пакетам фрикционов и они не могут нормально работать. Из-за этого вариатор дико буксует. То есть вы даете полторы тысячи оборотов, машина не едет, даете больше и машина начинает потихонечку ползти. Это тот самый планетарный редуктор и с ним тоже случаются проблемы. Вот это оси сателлитов. Так вот при больших пробегах и если вы забиваете на вот эти подергивания при трогании, оси разбивают посадочное отверстие, перекашиваются и сателлиты начинают подъедать сами себя. Также начинают съедать и вот эту солнечную шестерню. Как я сказал в начале, фрикционный и планетарный редуктор здесь работают как одно целое. То есть, когда сжимаются фрикционы переднего хода, то тогда планетарный редуктор вращается как одно целое с коленвалом и в ту же сторону. А когда сжимаются фрикционы заднего хода, то тогда они останавливают коронную шестерню и происходит волшебство вращения в обратную сторону. Также в вариаторе есть еще один редуктор. Вот эта шестерня вращает вот эту шестерню, которая соединена с ведущим шкивом вариатора. В задней части вариатора находится так называемый мехатроник, гидравлический блок и мозги. Кстати, мозги здесь уже вскрывали. Сергей был очень впечатлен, насколько аккуратно это все собрали. Из-за чего вскрываются мозги? Из-за того, что разрушается контактная пайка. Она обычно разрушается из-за вибраций и после этого вариатор падает в аварийный режим. В 95% случаев в нормальных руках эти блоки успешно восстанавливаются. Блок управления оснащен всем необходимым для работы вариатора. Датчики давления, датчики скорости входного и выходного вала и позиционер. Позиционер, к слову, показывает, какой режим коробки вы выбрали. То есть подает сигнал в блок управления и на панель приборов. Кроме проблемы с пайкой, с блоком управления ничего не случается. Вот так выглядит гидравлический блок. Здесь встроен маслонасос, приводится в движение вот этим валом. Также здесь 9 гидравлических клапанов и 3 соленоида. С соленоидами здесь все просто. Вот этот управляет охлаждением фрикционов, этот сжатием фрикционов, а этот шкивами вариатора. Больше этому вариатору ничего не надо. А вот по вот этим грибкам считываются скорости ведущего и ведомого шкивов. Селектор КПП соединен тросом с этим штоком и путем перемещения этого штока перемещается вот этот золотник. Прежде чем мы начнем вам рассказывать про устройство вариатора, обратим на следующий момент. Как вариатор ведет себя при буксировке? То есть при буксировке все механизмы вариатора в движении. Оба шкива, цепь, планетарный редуктор и муфты. Но со стороны двигателя движения муфт нет, потому что обычно при буксировке двигатель заглушен. Так вот, все двигается, а должной смазки нет. Дикое трение в пакетах фрикционов. Они буквально раскаляются. От перегрева может пострадать планетарный редуктор. Он может просто заклинить. Так вот, никогда не буксируйте автомобили с этим вариатором. Внимание, вопрос. Когда вариатор в покое, в каких передаточных отношениях находятся оба шкива? Ответ. В максимальном значении. Когда движение происходит через колеса, то ведущий шкив вращается с максимальной скоростью. И все остальное, что с ним связано, тоже. Детище инженеров Audi. Вариатор Multitronic оснащен не ремнем, а пластинчатой наборной цепью. Прикол в том, что со шкивами она соединяется не вот этими звеньями, а наборными осями. Посмотрите внимательно, что со шкивами контактируют только торцы осей. Благодаря такой конструкции цепь более гибкая и передаточное отношение в вариаторе с цепью шире, чем в вариаторе с ремнем. Что случается с цепью? При больших пробегах она может тупо растянуться, а если водитель пренебрегает пинками и начинает отжигать на этой коробке, то вот эти оси просто задирают шкивы. Они их царапают. Но в данном случае вариатор в отличном состоянии. Что цепь, что шкивы. Вот что я имел ввиду, когда говорил про гибкость. Радиус изгиба здесь минимальный. Как работает вариатор? Шкивы сдвигаются, раздвигаются. Таким образом меняется радиус обкатки цепи и таким образом меняется передаточное отношение. За смещение половинок отвечает один соленоид. В зависимости от того, какое давление он подаст на гидроклапан, происходит смещение либо половинок ведущего шкива, ведомого шкива, либо же не происходит вообще. Кроме того, сила сжатия цепи на ведущем шкиве постоянно контролируется вот таким хитрым механизмом, который состоит из двух полумуфт и семи шариков. Давление подается вот на эту муфту. Эта муфта додавливает шкив. Шкивы держат цепь с определенным усилием, чтобы она не проскальзывала. Бывает, что от перегрева либо от механического воздействия эту муфту может заклинить и тогда весь вал под замену. Еще вспомним о фрикционе заднего хода. Вот по этой трубочке к нему подается рабочее давление масла. Вот этот маслонасос формирует давление во всей коробке, а вот это эжекционный насос, который подает масло к фрикционам переднего хода. Принцип действия у него, как у пулевилизатора. Разборка закончена, и это был наш первый вариатор. Причем не только наш первый, но и первый вариатор концерна VAG. Вариатор, который высосал много денег из своих владельцев, принес очень много денег сервисам и разборкам. Серега, резюмируй. По сути, агрегат очень надежный, если его не душить. Ну, естественно, если на нем отжигать, то максимум его пробег 100-150 тысяч. Спасибо. Пожалуйста. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ-запчастях все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».